Добрый вечер. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович дал обществу сигнал. Общество все поняло, уловило, расшифровало, подхватилось и побежало в нужном направлении. Я по своему детству очень хорошо представляю себе эту беготню, благо советский кинематограф как раз обогащен невероятным количеством примечательных фильмов на эту тему, когда народу предлагалось сплотиться вокруг партии, после чего все срочно предавались совершениям и, соответственно, победам во имя общего блага. Много интересных картин на эту тему есть. Учитывая, что общество Владимира Владимировича в основном состоит из его свиты, то получается, что по нужным адресам рвануло, естественно, его окружение. Министры бросились писать бумаги, феодалы приготовили ладошки, челядь осуществила публичный восторг. Поток радости хлистал все выходные по абсолютно всем каналам с массой подробностей. Сигнал, подданный Владимиром Владимировичем, очень порадовал его общество, поскольку он означает «делим деньги». Некий неприкасаемый фонд будущих поколений, спрятанный от поколений нынешних, будет, как вы слышали, раскупорен и потрачен. В первую очередь, миллиарды рублей, в общем, не нам с вами адресованных, а предназначенных нашим детям, потратят на Воробьева, сейчас исполняющего обязанности губернатора Московской области, как вы знаете, уже благополучно выигравшего эти выборы, которые состоятся в сентябре. Также деньги будут потрачены на Якунина. Железному и дорожному Якунину откроют кран финансирования скоростной выделенки доказаний, а заодно двухполосного транссиба. А Воробьеву построят кольцевую дорогу окрест Московского княжества, дабы транзитный плебей не совался. Ну, свита, естественно, сразу дала ворох подробностей, и что, по крайней мере, обратило на себя мое внимание, то, что первым делом все заявили, выуженных 450 миллиардов рублей на все не хватит, и потребуется привлечь инвесторов. Ну, естественно, в нашей истории уж кого-кого, а уж инвесторов привлекать-то мы умеем, либо по статье, ну, либо, соответственно, в порыве любви к Родине. Но истинная правда, денег действительно не хватит. Внимание, вопрос. Зачем тогда затевать, если даже из фонда благосостояния будущих поколений, которым уже отказано в сытом будущем, денег не хватит? Зачем откупоривать эту самую пресловутую кубышку? Кстати, кто знает, сколько там на самом деле лежит? И к чему была такая необходима публичность для этого заявления? И если денег нет, зачем нам двухполосный транссиб, скоростная доставка жителей Казани в столицу и подмосковные шоссейные кольца? Надорванная экономика без этих тягот вот совершенно точно обойдется. Ресурса для полноценного освоения даже этих недостаточных денег у нас нет. Вы помните, наверное, общение Путина с народом, когда он говорил о том, что губернаторы пять лет уговаривают Владимира Владимировича разрешить им нецелевое расходование дорожных фондов, поскольку у них даже нет ресурса для того, чтобы все это потратить. У них не хватает лопат, чтобы закопать такую прорву денег. Хотя регулярные извещения Следственного комитета, которые особенно в последнее время участились, они как раз говорят о том, что вот в этой дорожной теме блистательно осваиваются средства. Там уж чего-чего, а закопать получается. Причем, что на уровне руководителей каких-то местных подразделений региональных автодоров, ну, Росавтодоровских, либо на уровне федеральных трасс. Что не федеральная трасса, то обязательно уголовные дела. Что не какой-нибудь там местный дорожный царь, так обязательно тоже уголовные дела. Причем все громче и громче, все чаще и чаще. Но при всем при том, официально у нас инфляция ведет себя чрезвычайно скромно. И это такая барышня ручная и нежная. Никаких резких всплесков и эмоционального подрыва. Экономика у нас невероятно стабильная. Сохраненных в добром здравии 1200 предприятий на всю страну хватает, при том, что в основном они, как мы знаем, принадлежат оборонке. Спрашивается, почему денег нет? То есть вот их так как-то глобально много, и при всем при том нет, надо кубышку раскупоривать. Где мы так надорвались в итоге? Мы умело показали всему миру свою инновационность. Мы блеснули нанотехнологичностью. Аплодисменты взяли. Мы построили шикарный совершенно по своей бессмысленности наукоград Сколково. Причем Сколково пока еще не очень понятно, чем занимается, но через какое-то время, сильно подозреваю, станет понятно, что именно оправдывая наличие Сколково, у нас и будет похоронена отраслевая наука. И институтская, и вся остальная прочая. Потому что какой смысл воспитывать аспирантов на кафедрах различных тематических вузов, когда у нас есть целое Сколково. Ах, как здорово! Красота! Кроме всего прочего, мы построили не только Наукоград, невероятно мощный. Мы украсили Владивосток и необитаемый остров Русский с саммитом прошлого года, помните. Мост мы построили блистательный. На следующей неделе мы грянем универсиадой в Казани за казанцев искренне рад, потому что под это дело казанцы получили невероятное финансирование. И много чего очень полезного действительно построили. Затем у нас на будущий год очень важная нашему патриотизму подоспеет Олимпиада в Сочи. Тут мы тоже молодцы, очень на это нам все нужно. Потом у нас по графику чемпионат мира по футболу 2018 года и в 2020 у нас экспо на Урале. Шикарно. За чей счет банкет? Помните фильм Иван Васильевич меняет профессию? Там вот изначально до цензуры была фраза, когда царь трапезничать желает, они сидели в зале накрытом, и тогда Яковлев, Иван Грозный спросил у Куравлева, у князя Милославского, за чей счет банкет. Вот изначально фраза звучала так, «А кто платит?» И Куравлев ему отвечает, «Народ, во всяком случае, у нас всегда народ платит». Вот эту фразу выкинули оттуда, оставили, помните, другую, немножко более цензурную, более мягкую. Граф Витте, занимавший в свое время точно такую же должность, какую сейчас занимает Медведев, он у нас был представителем Совета Министров Российской империи в 1906 году, удал очень хорошую характеристику правящего на тот момент класса, тогда это было дворянство. Дословно, цитирую, «Большинство наших дворян представляет собой кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения личных похотей, ничего не признают, а потому и направляют все усилия на получение тех или иных милостей за счет народных денег, взыскиваемых собедневшего русского народа для государственного блага». Витте был умницей редкостной, он много чего толкового сказал, и вот встык с этой цитатой еще одна, опять-таки, из графа Витте. «Нельзя вести политику средних веков, когда народ делается, по крайней мере, в части своей, сознательным, невозможно вести политику несправедливого поощрения привилегированного меньшинства за счет большинства». Ну, здесь под словом «сознательный» Витте имел в виду то, что мы сейчас называем термином «образованный». Образованная часть общества разного народа, разных сословий, она уже, как казалось Витте, достойна несколько иной участи. И Витте как раз это все говорил в качестве послесловия к бардаку 1905 года, впоследствии названного революцией. Вот бразильцы, например, они уже третью неделю воюют как раз из-за повышения проезда в общественном транспорте, а также из-за обнароданного бюджета на чемпионат мира по футболу, на бразильскую олимпиаду. И они объясняют своему правительству, что у них денег на эти удовольствия нету ни сейчас, ни тем более за счет будущих поколений. Они категорически против того, чтобы ущерб нынешнему социальному положению вещей, нынешней социальной политике, плохому образованию, хромому здравоохранению, тратить деньги, например, на будущую олимпиаду. Бразильцы по этому поводу совершенно конкретно вот теперь уже неукротимо возмущаются. Мы видим по телевизору, как они это делают. Ну, мы, как мы понимаем, теперь раскупорим кубышку, помолясь, начнем. Я не понял, во-первых, зачем нам все это надо, хотя вот по отдельности любой из этих проектов действительно замечательный. Но у нас денег нет. И главное, зачем нужно было говорить обо всем этом публично? Если денег нет, то у нас есть печатный станок. Мы, к счастью, не на долларе сидим, мы сидим на рубле. Поэтому мы просто распечатали нужное количество бумажек, раздали эти фантики по стране. Инфляция у нас официально 6%, но Михаил Делягин говорил, что он составляет 40%. Ну, знаете, там 40-45%, вот это по большому счету уже не так важно. К чему нужно было говорить о том, как мы замечательно заживем вот в рамках Питерского форума за счет будущих поколений, которые по большому счету мы вот уже теперь грабим. Причем, теперь грабим в открытую. Раньше мы закладывали мину замедленного действия, которая должна была неотвратимо сработать по будущим поколениям, как фугас. И мы бы, может быть, счастливы в неведении не обратили на это внимание, считая это событиями тех будущих, еще не случившихся событий. То есть, оно тогда рвануло, и мы не знали, что фундамент этого мы заложили сейчас. Нет. Вот теперь мы публично удостоились оповещения о том, что фундамент будущих трагедий и будущих катастроф закладывается нынче, когда мы из кубышки, вот из этой, по крайней мере, ее так сами назвали люди из свиты, из этой кубышки мы достаем деньги. И мы строим то, без чего, вот на сегодняшний день, к сожалению, обходимся. И мы продолжаем строить то, без чего точно обойнемся, без выставки Экспо, без Олимпиады, ну, сами знаете, об этом говорить уже бесполезно, и так мы понимаем ситуацию. И мы не знаем, какая будет реакция, скорее всего, никакой, хотя события на Хапре говорят о том, что все-таки непредсказуем русский народ. И иногда бывает чрезвычайно деятелен. На Хапре они показали, что они категорически против. А пока все остальные за. новость. Какой у нас удивительный понедельник. Либо вы все от услышанного отшатнулись и разбежались, либо вас, к счастью, не коснулись эти пробки. Всего лишь 4 балла. Погода за бортом плюс 29. И у меня всего два звонка. Телефон 65 10 9 9 и 6. Михаил, насколько я понимаю, из Ставрополя. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, Сергей Степанович. Добрый вечер, вся аудитория. Здравствуйте. Это нет возможности слушать вас в днем эфире регулярно. Тернер медленный, естественно, вашей обеспеченции у вас нет. Но с удовольствием вас читаю ваши лекции на сайте. Много интересного. есть такой вопрос на машинке Chevrolet Cobalt. Вы ее уже обкатали однажды. Да. И даже по ней отчет успели небольшой дать. И мне даже понравилась эта машина. Она вот из той же самой бочки, из которой у нас плещется Логан. Та же самая бюджетность. Но при всем при том Cobalt он логичнее, он интереснее. Вот он тоже сделан для этой целевой аудитории. Просто он лучше, но, к сожалению, дороже. Ну, как бы, да. Я тоже в нем посидел, покататься пока не удалось. Но мне, как бы, в первом течении, что он мне понравился. Он огромный. Он же здоровенный. Багажник огромный. Салон большой. И там удобно, вольготно, широко. У него очень хорошая подвеска. Она рассчитана как раз на страны третьего мира, потому что, как вы знаете, машину сделали бразильцы. В Бразилии, ну, сейчас там война гражданская, а вообще там далеко не все асфальтировано и есть где покумыркаться. Ну, во многом, как у нас. И мы сейчас с каждым выпуском новостей узнаем, что у нас оказывается общего еще больше, чем нам казалось. И вот кобальт придуман для них абсолютно как правильная машина. Он собирается у нас узбекскими руками, а узбекские руки это такой пожизненный укор, переходящий в надгробие над автовазом. Потому что автоваз никогда не достигнет уровня Уздео. И узбеки молодцы. Они делают реально качественные машины. Да, качество сборки у них, конечно, лучше. Но мне как бы еще вопрос надежности. Чтобы машина, грубо говоря, проехала за три года 150 тысяч, ну, сломалась такая мелочь. А мы не знаем этого. Потому что совершенно предугадать невозможно, что и как. Вот движок, например, очень хороший мотор. Мне понравилось, как он, в принципе, живет под капотом. Он тоже местный, он локализованный, его собирают на другом заводе, но там же, в Узбекистане. В принципе, вот в анамнезе ничего пугающего нет. Все говорит о том, что эта машина имеет право на успех и, в общем-то, она, наверное, заменит у нас Nexio на рынке. Потому что она в два раза больше и в 10 раз лучше. А ресурс мы не знаем. Мы можем только предполагать, что оно не отвалится, что эти же самые люди собирали машины в общем-то с безупречной биографией. Та же самая Nexio первые три года бегала без проблем. Хотя, конечно, косяки у них есть. Есть у них косяки и по сборке у них есть косяки. И мой любимый Део Матис за последнее время стал хуже по качеству. Он все равно лучше, чем в любой Жигуле. Ну, наверное, потому что контроль качества наверное как-то ослаб. Что-то у них там... Машинки берут и хорошие. Можно и не смотреть. Да, но Кобальт в целом замечательный аппарат. Вот если тем более сравнить с двумя бюджетными автомобилями есть Chevrolet Aveo и есть Chevrolet Cobalt. Я существование Aveo не понимаю вообще ни с какого боку. Вот Aveo это конкретно машина, которая не получилась. Вроде как внешность есть, все остальное ну очень так себе. Кобальт из другого теста делали другие люди, другая инженерная школа. Кобальт в результате получился. Название странное, хочется думать, что он синего цвета. Ну, почему-то не синий. Не знаю почему. Ну, мне почему-то понравился вот белый. Белый, да. Вот такой брутальный получился. Причем он есть белоснежный, а есть такой с легким топленым оттенком. Вот тот самый. Вот как раз очень шикарно смотрит. Прям такая прелесть. Причем мне понравилось, например, как у него работает коробка передач. На ручке вообще класс идет. Очень хорошая коробка. Меня еще все это уговаривают, типа, Солярис лучше. Но он же во вторую рассыпался к концу теста. Там и трещины по кузову, и пластмассовые шестеренки в коробке. Меня очень это настораживает. Ну, Солярис все равно... У Кобальта такой вариант событий возможен? Возможно. Никто не прогнал? Пока нет. Но в чем разница между Солярисом и Кобальтом? На самом деле не в ресурсе и не в том, как, в принципе, он проживет. Разная инженерная школа. Инженерная школа раз, а во-вторых, все-таки Солярис, особенно с мотором 1.6, это гоночная машина. У нее фантастический двигатель не от этой машины. Он провоцирует на совершенно ураганную езду. Солярис 1.6 на ручке, его догнать очень тяжело. запыхаешься за ним гоняться по улицам, потому что у него двигатель, он заявлен по Евро-4. На самом деле там старый добрый Евро-3. И отдача у него написано 124 лошадиных силы и смотришь вот по характеристикам ничего выдающегося, хотя неплохой результат. Нет, на самом деле это очень классный мотор. И вот много в целом таких вот отчетов из серии что отвалилось, как они работали. И с одной стороны вроде авторевюшники, а с другой стороны народная молва, но все оказываются очарованными магией этого мотора. И он им не позволяет ехать спокойно и смиренно. И они начинают на нем фигачить во все тяжкие. Машина как раз вот она очень такая провокационная. А кобальт, он молодец, он может быстро, он может медленно, но кобальт, он не провокатор. И, конечно, самый главный вопрос на рынке это ресурс. Вот кто первый дойдет до рубежа 100 тысяч, 200 тысяч, и даже подозреваю, что 250 тысяч, это будут люди, которые как раз и порадуют нас достоверной информацией, чем же все это закончилось. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы стали свидетелями вашей программы в пятницу и не успели дозвониться. Вот у нас есть бюджет 300 тысяч. Илья, правильно ли я понимаю, что вы с пятницы на проводе находитесь? Нет, не совсем так. Перерыв на выходные вы сделали все-таки? Да, на выходные мы все-таки дозвонились. В общем, вопрос, 300 тысяч рублей у нас лимит и хотим какой-нибудь подержанный автомобиль. Что вы можете сказать? 300 тысяч рублей раз? Да. 300 тысяч рублей два? И на автомате, конечно. 300 тысяч рублей три. проданы, а берите любой. Вот какой вы видели на автомате, тот и берите. 300 тысяч, это же не модель автомобиля, это весь рынок. А на этом рынке есть, ну, начиная с КамАЗа, включая бетономешалки, и весь спектр легкового автомобилестроения. И Линкольн-навигатор, и джип Чироки, и инвалидка С3Д, что угодно. 300 тысяч это безбрежный простор для того, чтобы вляпаться. Ага. Ну, Илья, 300 тысяч за машину с автоматом на вторичном рынке. Значит, спидометр скручен по второму, по третьему разу, дырки по кузову заклеены скотчем, иногда хорошо, иногда плохо, компрессия в моторе неизвестна, как там прожил этот автомат, сгорел он или не сгорел, вы не в курсе. И вопрос только в том, насколько вы хотите обмануться. Вот можно за 300 тысяч купить Мерседес, и вы будете целых 25 минут Ильей на Мерседесе. На 26 минуте он сдохнет. Ну, вот вы видели, ну, погоди, по-моему, это вторая серия была, или третья, гоночная машина. Там как раз одной гаечки не хватало, а потом машина рассыпалась. Ну, погоди, в общем, на одном колесе потом приехал. Катался увлекательно быстро, но недолго. У вас будет то же самое. А какие марки, скажем, могут, которые, скажем, модели могут похвастаться своей надежностью? Ни одна, никакая. Нет такой машины, которую можешь похвастаться своей надежностью. Надежность, это наша с вами мечта, которую мы пытаемся, вот как японцы, язычники, когда они душу дедушки уламывают, дедуль, ну ты все равно уже сдох, ну позанимайся моей машинкой, давай она поживет подольше, подселись в нее, посиди внутри. Вот мы занимаемся тем же самым, мы пытаемся уговорить себя и машину, что она еще молода, здорова, что она вся из себя красотуля, и она еще проживет. Вы, когда оказываетесь на вторичном рынке в состоянии выбора, ваша задача не марку определить, а честность документов, честность пробега, и предугадать сумму капитального ремонта. Как вот вас, в принципе, сильно обманут или не сильно. Марка здесь не играет никакой роли, потому что это может оказаться настоящее японское качество, с пробегом уже тысяч за восемьсот, и оно умрет у вас на руках, точно так же, как это будет новый жигуль только что с конвейера. Надежность придумали мы с вами, так же, как и слово качество, это магическое слово. Вот у нас есть несколько волшебных слов, вот то, что раньше называлось спекуляцией и имел уголовную статью, сейчас называется бизнес. Ну, бизнес это круто. Вы же не можете прийти и сказать, здравствуйте, я Илья, меня зовут Илья, я ворюга. Вы придете и скажете, я бизнесмен. И мужик в телогрейке, он же не скажет, я сторож, он скажет, я security. О, круто как! И из этой же категории как раз качество, надежность, у нас АвтоВАЗ чем занимается? Или там Горьковский автозавод? Он с утра доныша говорит, качество. Вы знаете, что у нас сертификат менеджмента ISO 9000? И на какой бутерброд это можно намазать, простите? А вот то, что у меня движок клина словил, это? Ну, это мы не досмотрели. Не, ну, у нас же качество. Вот, если вы, Илья, относитесь к категории зомбируемых людей, то вы в это обязаны верить. Если вы скептик, если вы относитесь к этому иронично, а Виктор Гюго в свое время сказал, свобода начинается с иронии. Вот, если вы человек ироничный, то в сказки, пожалуй, не надо уже верить, потому что 300 тысяч это большие деньги. И дальше просто смотрите, даже не на продавца, смотрите на машину. Потому что к самому неликвидному аппарату прилагается всегда дедушка с кристальной чистотой взора, рассказывающий о том, что, сынок, да я уже старый, я ветеран 812 года, да я в Порт-Артуре уже пенсионером был, да куда мне ездить? Да вот 8 тысяч наездил за 25 лет. Смотри, какая хорошая она. Ага, дедуля, я прям так и верю. Дедушек обожаю, особенно в приложении к автомобилю. Дедушки очень любят сами ходить на рынок, просто обожают продавать свои машины. Или, знаете, все легенды из серии, там, эта машина пригнана из-за границы, у нее минимальный пробег, потому что на ней ездил мальчик-наркоман, у него лишение пожизненное право управления транспортным средством, поэтому с таким минимальным пробегом у нас здесь оказалось. Не бывает такого. Не бывает. Илья, 300 тысяч это те деньги, которые у вас нельзя взять, двинув вас по башке кирпичом, поэтому у вас попытаются на вторичном рынке их вытянуть обманом. На вторичном рынке честных машин за 300 тысяч с автоматом не бывает. Но чудеса случаются. Иногда, очень редко, у друзей, по трейдину, еще где бы то ни было. Новости. Пробки 4 балла, но пробка, по крайней мере, на входящих линиях телефона 6510996. Вы потихонечку все дозваниваетесь. Здравствуйте. У нас, к сожалению... Вот она, пробка. Непроходимость. Василий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас слышать. Хотел задать вопрос. Смотрите, хочу приобрести машину бизнес-пласса. Всю жизнь ездил на японцах. Ну, получается, какой выбор? Мазда 6-ка нравится. Так. Новая, старая? Какая? Новая. Конечно, новая. Хорошая, да. Ну и катался на пятерке BMW. Смотрел Audi A5, ну, получается, четырехдверную. Спортбэк. Да. Пятидверная, она там сзади еще одна притаилась. Да, 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 да. Вот. И, в принципе, как бы не могу определиться, то есть... Василий, минуточку. Значит, вы готовы по финансам подступиться к пятерке BMW? Ну, в принципе, да. Если очень постараться. И, хотя эта машина не является шедевром надежности, как вы, наверное, знаете, пятерка BMW сделана на платформе семерки, и они вот по сути своей не отличаются. Отличаются только длиной, особенно в задних ногах. И пятерка BMW в пресловутом несуществующем бизнес-классе, потому что нет такого понятия бизнес-класс. Это придумано специально у нас в стране. вот как раз то, о чем я говорил с Ильей. Когда чувак в телаге хочет показаться чуть круче, он говорит, я security. Вот здесь то же самое. Бизнес-класса, как явление, как элемента классификации автомобилей, не существует в принципе. Есть класс D, есть класс E, есть класс F, они все отличаются, и эти отличия видны только линейкой. Значит, BMW пятерка это очень достойно. Она ломаться будет точно так же, как любая другая машина. То есть, не как Жигули, а именно как машина. Но на пятерке BMW вы всем все сказали. И вот привыкание к машине BMW, тем более, у вас все-таки в анамнезе японцы. Японцы, они немножко по-своему видят мир. Когда вы с японцей пересядете, например, на пятерку BMW, первый месяц вам будет казаться, что вы зря переплатили. Не за что. Ничего в этой машине сильно не отличается. Так же удобно. Хорошо едет. Задний привод с легким элементом чудес. Через месяц вы начнете понимать, в чем разница из инженерной школы и почему немцы по сию пору диктуют правила игры. Они не сильны в продажах, по крайней мере, во всем мире. Но правила игры, что такое настоящий автомобиль, как раз диктуют немцы. Mazda 6 это неплохо. Она построена по тем же принципам, по которым Mazda делает машины. Она не любит шумоизоляцию. Она любит, чтобы скорлупка была легенькая, чтобы моторчику было удобно это таскать. И у Mazda, к сожалению, нынешней шестерки у нее спереди подвеску упростили. Они подумали, Василию, в принципе, вот Макферсон будет выше крыши. Зачем ему двухрычажка? Нормально. Вася на Mazda 6 отлично даже не заметит разницу. В принципе, может быть, и не заметит. Опять спортбэк? Ну, это эклектичное явление, которое, в принципе, до сих пор познанно не всеми. Ну, особенно, тем более, если вы нарветесь на TFSI-овский мотор. Это такие четыре буквы TFSI, которые означают, что, скорее всего, будут у вас проблемы сначала с количеством масла съеденного. Хотя, в момент продажи гиллер вам скажет, да вы что? Да все устранено. Вообще никаких проблем. В крайнем случае, возьмите дизель. Но, если посмотреть на страдания TFSI-ников и дизелистов аудежных, хочется спросить у концерна Volkswagen. Ребята, что с вами случилось? Удешевление, конечно, это хорошо, но мы удешевление не почувствовали, по крайней мере, в момент покупки, а только в момент обслуживания. Вот, если, в принципе, по-честному, когда есть возможность взять BMW, берите BMW. Все остальное не хуже. И, никто не сказал, что у BMW мотор не кончится точно так же, как у Audi A5. Сдох тут точно так же. Но, бизнес-класс, вот это вот сочетание двух слов, порождающих несуществующее явление, бизнес, вы же берете машину не для того, чтобы за грибами ездить. Это очень правильно будет. Вот, бизнес. Пятерка BMW. 65, 10, 9, 9, 9, и 6. Алексей, здравствуйте. Самое автомобильное имя нашей программы? Самое? Самое автомобильное имя. Если, конечно, вы Алексей, возможно, что вы не Алексей. Алексей, 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 Николай. Николай. Ну, вот видите, Алексей погряз в пробках. Николай, он уступил вам место, это же здорово. Я очень рад, что-то двойно сядет. Я тоже рад. Очень приятно. У меня к вам такой вопрос. Сам я владею в Peugeot 308 первым. Ух ты. Владимир, пробую меня. Дело в том, что машина меня абсолютно всем устраивает. Вот. И приглядываю на Peugeot 308 только дизельную с шестиступенчатым автоматом. Что вы можете про нее сказать? А вы уверены, что он шестиступенчатый автомат? Насколько я помню, он, там еще робот подкрался. Говорят, что у дилера говорят, что родной трансформатор, гидротрансформатор. Родной шестиступенчатый. У французов, к счастью, нету родного. У них стоит Aisin. Вот когда у них стоит шестиступенчатый автомат, это японский Aisin. Aisin у них нормальный. Он очень неплохо работает и нареканий по нему по минимуму. Сам по себе 308 аппарат правильный, тем более, что сейчас перестали его собирать у нас. Он наконец-то пришел оттуда, откуда полагается ему приходить. И единственный вопрос, вот, Николай, правильно ли, надо ли менять, в принципе, одно на то же самое? Может быть, интересней чуть-чуть сместиться, я не знаю, в рамках того же концерна, в сторону большего комфорта, большей представительности, большей утилитарности, или дождаться следующей машины, она тоже уже на подходе, ее уже заявили. Ваш, кстати, сколько пробежал, Пыжик? 60. Ух ты, так мало. Он же молодцом. Работа, дом, дома работа. Ну, правильно. У вас 120 лошадей или сколько? 120 атмосферных. Да. И при этом, несмотря на то, что он ранних выпусков, он вас не подвел? Или были проблемы? Нет, это естественное решение. Только вот замена там по отзыву была. Замена чего? Сейчас скажу, там у всех Пыжиков была замена, по-моему, термостата. Ну, это да, это не так страшно. Вы либо очень удачливый водитель, либо ко всему прочему вы с одной стороны удачливый, а с другой стороны настолько позитивный, что техника вас любит. И ваш Пыжик побегает, побегает, побегает. В принципе, вот мелькнул у нас на рынке дизель, а дизель у французов, он шедевральный. На нем машина кардинально другая. И я вообще 308 считаю, что он должен быть по определению только дизельным. И никогда не должен быть бензиновым. Вот эта замена, в принципе, конечно, оправдана. Но интереснее дождаться то, а они уже вот-вот ее готовят. Они, может быть, даже ее покажут уже этой осенью во Франкфурте. Там они описывают, что какая-то будет модульная система, единая с Ситроэном. Ну, оно сейчас все модульное. Знаете, Volkswagen, например, на одной модульной платформе теперь делает и Touareg, и Polo Sedan. Но мы не можем при этом как-то особо кривить выражение лица, полагая, что это плохо. Это разный взгляд. А под словом модуль подразумевается не стелька, вырезанная в ботинок с приклеенной ортопедической вставкой, а гораздо более широкий диапазон решений. Модуль, он для них магическое слово, а для нас это полная абстракция. Как в рамках модуля они делают разные машины, особенно французы, но мы не ощутим однообразие. Эти женщины будут все абсолютно разные. Не бойтесь модуля. Но вообще, конечно, 308-й уже сейчас именно потому, что он дизель. Ну, да. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Здрасте. Сергей, добрый вечер. Это я. Спасибо вам большое за передачу. Очень интересно себя слушаю. Спасибо вам, Дмитрий, за то, что тратите на это время. Очень нравятся ваши аналогии, в частности, про Бразилию, текущую ситуацию. Родная Бразилия. Я так полюбил эту страну. Я никогда не думал, что она вызовет у меня такую симпатию. Обожаю. Не, особенно про Олимпиаду. То есть, серия, знаете, передача уже была, по-моему, мы начинаем с МСМ, что аналогичный бюджет программа полета на Марс. Да. Ну, кстати, вы видели, наверное, демотиваторы в интернете, сравнивающие дорогу до Красной Поляны у нас в Сочи, которая в несколько раз дороже, чем американский проект НАСА на Марс. То есть, на Марс летать дешевле, чем построить дорогу в России. Причем, коротенькую. Там всего-то несколько десятков километров. Ну, да. Ну, будем надеяться, что хотя бы, может, спорт хоть что-нибудь с места сдвинется. Спорт с места не сдвинется, потому что не от количества ледовых арен в тропиках зависит спорт. Спорт немножко не от этого. Ну, это составляющая, которая тоже работает в принципе. Знаете, это как цвет формы олимпийской сборной. Это последняя составляющая. Ну, не знаю, хочется верить. Да, да, вот, Дмитрий, абсолютно правильно, очень хочется верить и надеяться. Сергей, да, у меня вот еще вопрос есть по поводу автомобиля. У меня Volvo S40. Какой? Я брал ее в прошлом году. А, это как-то, да, потому что их две, знаете, есть Volvo S40 Mitsubishi Carisma, а есть Volvo S40, которая Ford Focus. У вас Ford Focus. А, ну, да, да. Вот, и интересует такой момент, что, знаете, при переключении со скоростью на скоростью у меня автомат. Знаете, иногда такой толчок, как пинок появляется. Толчки говорят о том, что гидротрансформатору худо. У вас моторок сколько литров? Два? А, да. То есть на двушке, вот, сочетание двушки и автомата работает у Volvo безупречно. Нету там никакого толчка. Раз он у вас появился, значит, появилась проблема. И сейчас задача дилера объяснить вам, что это негарантийный случай, чтобы получить за вас деньги. Ага, ну, дилер так и говорит, собственно. Конечно. Это, как бы, стандартная волевская тема с, с текущей, с текущей комплекцией. Что-то я не заметил из этой текущей темы, когда сам ездил на точно такой же машине. А вы ее, когда первые полгода эксплуатировали, заметили эту тему или нет? Ну, вы знаете, возможно, из серии привыкания, там, достаточно такой, было что-то, но не особо. Понятно. Шведы, наконец-то, достигли высочайшей адаптации японских автоматов к своим моторам, наконец-то, переключение стало ступенчатым. Замечательно. Осталось только полностью стать китайским брендом и уже оправдывать все эти косяки тем, что, извините, мы стали китайцами. Молодцы. Нет, это нарастающий дефект, в принципе, с ним может машина просуществовать какое-то длительное время, но боритесь с дилером и, к сожалению, дилера придется менять, поехать к другому, к третьему, к четвертому, к пятому. Ваша гарантия, она касается абсолютно любого дилера, даже за пределами нашей страны, поэтому, увы, вы обречены на выслушивание сказок, вывешивание лапши на уши и недобрых улыбок из серии «А позолоти ручку, Дмитрий добрый, мы тебе сейчас все сделаем за твой счет, потому что за наш счет нам это невыгодно». Тем более, у Вольво у них вообще большие проблемы с продажами, с рентабельностью бизнеса, им, если вот, знаете, вот последнее, что остается, это просто пойти гоп-стопом заниматься, но перед этим лучше обобрать вас, потому что вы же уже пришли, вас даже по башке кирпичом бить не надо, нужно ударить по карману, что, собственно, они пытаются сделать. Понятно, а можно еще один вопрос? Конечно. А вот Вольво, ну, в частности, С40, сейчас, я не знаю, то ли с производства сняли, то ли в России, в частности, продавать перестали. Ну, у них В40 пришла, которая на смену, то есть та же самая платформа, но Вэшка теперь уже другая машина, то есть Ваша Эска закончилась. Новость. Телефон экипажа 6510996. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Вот вас слышит. По-моему, вы нашли в себе мужество дозвониться еще раз за сегодняшний день. Да, если честно, да. Как вы правильно сказали, в пробке застрял. Ну, да, у нас тоже здесь пробка на входящих линиях? Да. Это из области, везде пробки. Да, 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 так и есть. И связь у нас четыре раза Г. Согласен. Такое тоже есть. Сергей, у меня вопрос вот следующего характера к вам по поводу машины Land Cruiser 100. О, уважаемая машина. Вот у меня стоит некая дилемма. Машина в бензин прошла 250 тысяч. Вот есть ли смысл ее менять на 200-й, дизельный, думаю. Или вот как бы оставить пока. Ну, вот вопрос в связи с этим, после 250 можно ли ожидать от ней какого-то каких-то отрицательных моментов? Ну, Алексей, вы на ней по городу катаетесь, или вы экстремал такой горный? Нет, я не экстремал, ну, 90% по городу, процентов 10 по проселочным дорогам, конечно, я езжу. С одной стороны, Алексей, конечно, любая сотка всегда в цене, но при этом, конечно, на рынке вторичном ценится дизель, а не бензин, поэтому продавать машину с целью, что называется, не потерять денег, ну, уже поздно. Ну, это да. То есть всерьез вы на ней не заработаете, и получается, что если машина вот на сегодняшний день безупречная, то вы ее просто отдали, ну, сделав подарок, потому как денег немного, а по сути, по качеству вы ее не изъездили, и все с ней в порядке. И тем самым вы просто-напросто сделали маленькую добавочку к грандиозному 200-му крузаку, который стоит как квартира. В этом смысле я бы сотку еще какое-то время бы поэксплуатировал, тем более у вас с ней дружеские отношения, вы друг к другу хорошо понимаете, а всяких вот подлянок, там, например, по замене редукторов, там, раздатки, судя по всему, она вам не подкидывала. Нет. Ну, и замечательно. То есть, если у нее с передним мостом все в порядке, значит, у нее общее состояние организма. Вот передний мост, он во многом у этой машины как нос у собаки. Если он влажный и холодный, значит, здоровье у нее отменное. Если нос стал сухим, если по переднему мосту, по замене редуктора, у вас возникли необходимости, там, по резинкам, ну, значит, где-то уже в целом накопилась усталость. Поэтому сотка ваша бодрая, здоровая, двигатель у нее достойный, он проживет еще сотню совершенно без проблем, а потом спокойно вы посмотрите, что там у них дальше для вас. Двухсотка, трехсотка, мало ли какие варианты. Я бы... А вообще, двухсотый на вторичном рынке достойный аппарат? Ну, в целом, двухсотка достойный аппарат. Она позволяет по-прежнему сочетать себе город и деревню. У нее много достоинств, много нюансов, и дохнет она на общих основаниях. На ней точно так же можно попасть в такую переделку, когда у нее там, ну, я не знаю, там, генератор где-нибудь кончится, а для того, чтобы добраться до генератора, который стоит в развале блока, нужно разобрать всю машину до винтика. Ну, к примеру. То есть, нюансов в ней тоже хватает. На вторичном рынке всегда возникает вопрос. Машина сама по себе умирает плохо и неохотно. Сдать ее, потому что переполнена с пепельницей, тоже вряд ли. В чем причина? Почему вы ее продаете? Потому что цвет надоел. И вы получаете свою, вот у вас 250 тысяч, она пробежала, с ней все понятно. А здесь вы получаете машину со скрученным спидометром, иначе просто не бывает, и с неизвестно какими-то хитрыми болезнями. Вот. Я бы сотку еще поберег, тем более, все-таки по своим внедорожным характеристикам двухсотка пытается обыграть сотку за счет электроники. А сотка, она пока еще честная, она еще пока сама может, не за счет электронного разума. Много на что этот аппарат способен сам по себе. Константин, здравствуйте. Добрый день. Рад вас слышать. Спасибо вам за передачу, наконец-то дозвонился. Спасибо за мужество, вы наконец-то дозвонились. Вот он, понедельник. Неплохой день. Да, удачный. Хотел вас позитировать по поводу нелюбимой особовой марки Subaru. Back последнее поколение, что вы можете о ней сказать? Ну, с каким мотором он у вас? Не у меня, я вот сейчас думаю, брать, не брать. У меня сейчас предыдущая модель, я отъездил уже, да, от Back уже отъездил 95 тысяч, и вот возникают такие мысли поменять, не поменять. Проблем, правда, с ним не было и нету пока. Ну, четвертое поколение. Возьмите с мотором 3.6, и вы получите агрегат DUSU, который будет, ну, как в песне, на 100 киловатт. Чем больше мотор, тем увлекательнее Subaru. Если ваша нынешняя машина по качеству вас не разочаровала, а ведь... Нет, не разочаровала. Вы говорили, что у вас был форик, у вас там какие-то были проблемы, ужасно. Ужас. За, скажем так, 6 лет почти никаких практически. Только расходники менял и все. Константин, не подумайте, что с тех пор фирма Subaru стала лучше. Это просто вашему аутбеку повезло с руками хозяйскими. Это вот, этот чиночек оказался в очень достойных руках. Это комплимент вам. Вы умеете беречь технику, вы умеете получать от нее лучшее и не подселять в нее худшее. То есть дурной характер свой машина оставила при себе, раскрылась вам душой и телом. Дальше на что пересесть? Дальше можно пересесть на в принципе то же самое просто, что называется, рестайлинг, либо расправить крылья, сесть за руль 3,6 и наслаждаться. Хотя, конечно, стоит она уже два лимона, это два лимона. Ну, понятно, что цена у них, конечно, завышена, я с вами согласен, что все-таки больше за имидж они платят. Но имидж тоже искусственный, потому что, когда Subaru пришла на наш рынок и только-только обзаводилась первым серьезным дилером, ставшим со временем дистрибьютором, то и были определены вот эти правила игры, что на наш рынок никогда не попадет Subaru в бедной комплектации, никогда не будет на веслах, всегда обязательно электростеклоподъемники, то есть максимум упаковки. И это позволит со временем создать у людей вот некую иллюзию какой-то уникальности, премиальности, тем более, что тогда еще был чемпионат мира по ралли, в RC-шной версии, тогда еще ProDrive всерьез работал с Subaru, действительно были успехи, была во многом легендарная марка, теперь просто дорогая. Но когда вот покупаешь машину, в чем кайф от автомобиля? В том, какая у него управляемость? Ну, не всегда удается это оценить. В том, какая у него проходимость? Не всегда она у него выдающаяся. Кайф от автомобиля в количестве опций. Когда там есть сенсорный губозакатыватель, когда там есть настоящий вакуумный попожужжатель, когда там всяких причиндалов и USB-разъемов много. Во! А тут еще мотор 3.6. Как вам такой расклад? Я считаю, особенно мне это не нужно. Мне больше нравится тем, что в него много вылезает, потому что часто езжу на дачу. Ну, в любой ящик много вылезает. В ящик вылезает много, да. И, в принципе, говорю, по обслуживанию проблем не было. Замечательно. А почему не пикап? Константин, почему не пикап? Или, например, не внедорожник? Почему вот это вот компромиссное решение с одной стороны легкового универсала? Я не люблю очень большие высокие машины, не знаю, хотя сам довольно высокого роста. Ну, не знаю, чем-то она легла вот на душу, когда я ее покупал. Я брал в салоне трешку внутри этой модели новой. Ну, не знаю, захотелось, купил. И, в принципе, я не могу сказать, что я разочаровался. Ну, кстати, у вас самый правильный мотив к покупке машины. Потому что выбирать сердцем это здорово. Вот, кстати, у вас потому альянс и сложился, что вы выбрали ее сердцем, она, собственно, вам ответила взаимностью. Замечательно. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать, Петр. Что вы говорите, Алёв? Я радуюсь по поводу того, что вы до меня дозвонились. Да-да-да, здравствуйте. Я вот раздумываю по поводу покупки авто и, значит, вот есть выбор либо Volkswagen Polo либо тренажку производства суперавто с двигателем 26. Ух ты. Да, у вас интересный расклад. А почему вы хотите тринадцатую? Вы какие аргументы нашли за нее? Аргументы надежность, качество, цена намного как бы дешевле и обслуживание, что самое интересное, трехкопеечное. Много копеек придется, как вам кажется, вкладывать? С какой регулярностью? Я думаю, что нет, судя по обзывам в интернете, ведь это, по сути дела, автомобиль индивидуальной ручной сборки с всевозможным апгрейдом функций заводских и даже, в общем-то, там салон можно хороший слой поставить, кондиционер, если необходимо, электроусилитель и все, 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 что как бы необходимо в современном апреле. Ух ты. Плюс, соответственно, за копеечные деньги по сегодняшним временам это порядка там трехсот пятидесяти тысяч, трехсот семидесяти, вот так вот. Ну, плюс немножко довести до ума, а поло вас, ну, тем более, мягко говоря, вы имеете в виду поло-седан, наверное? Нет. А, хэтчбэк. Вы имеете поло-хэтчбэк. Поло будет меньше, он по классу все равно ниже, он на ступеньку ниже, то есть он будет теснее, это малогабаритная квартира на фоне вашей тринадцатой, которая как минимум двухкомнатная. Если размер определяет значение, то ну, можно рискнуть с собой с тем, чтобы посмотреть кто кого. Вы тринадцатую или тринадцатая вас? Если рисковать не хочется, тогда поло в силу того, что, ну, у него репутация, он из приличной семьи. Ну, да, вот дело в том, что это второй автомобиль в семье, вот сейчас я рулю на гольфе турбированном и, честно говоря, не очень доволен особенно вот этой вот модульной системой Volkswagen. Я сначала-то как раз задумывался второй автомобиль Volkswagen именно в связи с тем, что, в общем-то, двигатель неплохой, качественный. А вот и все. Час иссяк. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok